Блин, вот бы мне такого трансформера, только не машину, а офис, скажем. И чтобы он в сумку помещался, чтобы я так в любом месте смогла его развернуть и работать где угодно. Офис в сумке начинается с виртуального сервиса Jolly Drive. Это библиотека облаков, где хранятся фото, видео, документы. Если подключить все облачные хранилища, можно получить примерно 50 гигабайт бесплатно. Такое приложение можно скачать в магазине приложений для Google Chrome или с официального сайта. Из компьютера у меня получился ноутбук. А что будет, если я еще раз его трансформирую? Во что тогда ноутбук превратится? Если обычные компьютеры весят 10 килограмм, то флешка компьютер всего 10 грамм. Она превращает любой компьютер и даже телевизор в рабочее место. Работает на андроиде. Вот загрузился наш мини-компьютер на флешке, и сейчас мы начнем его тестировать. Так, войдем в основное меню с помощью нашей клавиатуры и мышки. Здесь у нас уже установлены браузер Google Chrome. Есть доступ к почте Gmail, Skype. Но чтобы улучшить наш мини-компьютер, мы заходим на Play Market. Нам обязательно нужно иметь доступ к интернету. Мы работаем от Wi-Fi. Вот главная маркета. Здесь приложение. Все как обычно, так же, если бы мы пользовались телефоном на операционной системе Android. Чтобы управлять пультом, нужно, конечно, к нему переноровиться, потому что с самого первого, можно разом сказать, это будет не очень удобно. И это будет похоже на то, если бы вы играли в какие-то видеоигры. Здесь есть встроенный Skype. Мы как раз сейчас его опробуем. Вот, выбираем Skype. Я уже подсоединилась. И позвоню своей подруге. Ань, привет! Привет! Ну вот мы и позвонили. Камера работает отлично. Нужен очень хороший сигнал Wi-Fi, чтобы все работало. В принципе, все здорово. Миниатюрно и полезно. Забираю себе. Такие громадины стоят где-то 1000 долларов. И весят около 50 килограмм. Еще и места в офисе много занимают. И за это мы их уменьшим. Но пользы от них меньше не станет. И получились у меня вот такие вот портативные сканер и принтер. Отсканировал документ. Отправил его по блютузу на наш портативный бескартриджный принтер. И нужный документ в твоих руках. Это просто сказка о портативности. У него полезная функция то, что не нужен отдельный блок питания. Он запитывается перед шнурой USB. Односторонний сканер стоит порядка 150 долларов. Мобильный принтер, в отличие... То есть, опять-таки, по определению предназначен для печати, опять-таки, где-то в дороге, где-то в командировке. То есть, есть, как вы знаете, возможность печатать на базе струйных принтеров. Этот принтер с принтером для печати с помощью термопереноса. То есть, в нем нет никаких расходных материалов. В качестве расходных материалов используется только термобумага. Так, компьютер у меня есть. Сканер я нашла. Принтер тоже нашла. Блин, ручка не пишет. Точно. А была бы у меня такая ручка, чтобы даже если чернил нету, она бы все равно писала. Еще и запоминала. Интересно, такое возможно? И даже такое возможно. Знакомьтесь, цифровая ручка запоминает все написанное и отправляет в телефон или компьютер. В ней в комплекте идет волшебный цифровой блокнот. Специальная цифровая поверхность, подобно сенсорной панели, только в бумажном виде. Такой блокнот еще и калькулятор, и диктофон, и компьютер. На бумаге представляете? Нет? Тогда смотрите. У самой ручки есть свое меню. Чтобы к нему зайти, здесь вот такая вот отображающая кнопка навигации. Для входа нажимаем по центру. Ну вот, основное меню. Оно озвучивается voiceover. Здесь можно выбрать, например, вот запись на бумагу. Ну, это как бы игра на пианино. Протранслировать ваши записи. Мы пробуем сейчас записать слово. Ну, то есть мы экспортировали, вот сейчас экспортируем нашу запись. И она автоматически отображается у нас в блокноте. Ориентировочно цена варьируется от 230 до 250 долларов. Маленький плеер у меня есть, и наушники, только снова провода. Сделаю тогда я гибрид. Плеер наушники, чтобы слушать лекции и аудиокниги. Никаких проводов, кнопок и руки свободны. Hands-free, так сказать. Весит он 12 грамм и стоит 10 долларов. Заряжается через мини-юсб и работать может до пяти часов. Мало места занимает, много пользы приносит. Самое главное для всех гаджетов – это питание. Этот морской узел мне уже надоело распутывать. Смиксую тогда я все провода. Лапша из зарядок превратилась в универсальное зарядное устройство для семи гаджетов. Теперь можно зарядить как старые Нокии, так и айфоны. Одновременно подключается пять устройств. Лучше всего заряжать не от юсб, а от розетки. От нее заряжается все в три раза быстрее. Так что нам нужен еще и переходник от юсб к сети. Еще 20 долларов. Вот мой мини-офис. Весит он 4 килограмма и стоит 1020 долларов. В принципе, за эту цену можно было бы купить себе новый ноутбук. Но я ставила себе другую задачу – собрать мини-офис в сумку.